Привет, друзья! И снова с вами канал Волга Спин ТВ и я ведущий Сергей Иванов. Недавно просматривая свои снасти подготовки к очередному сезону открытой воды, навел себя на такую мысль, что у меня нету приманок, в частности джеркбейтов темных расцветок. Почему я так подумал? Ну, во-первых, также недавно просматривая журналы рыболовные, которые у меня имеются в наличии в большом количестве, я набрел на одну статью, в которой была освещена такая тема, как приманки темных цветов, а именно практически черных, и использование их в определенных ситуациях освещенности воды, а также времени суток. Интересная мысль такая проскочила, что иногда, а особенно в таких местах, где вода имеет мутный, какой-то такой вот взвеси мутную, то есть где видимость не совсем хорошая, таких водоемов очень много, там где торфонистые, допустим, грунты. А также во время ловли в сильно пасмурную погоду или в сумерки лучше всего щука реагирует на приманки темных расцветок. Допустим, есть приманки, в нашем понимании в обычном это вот такие вот яркие, да, но это всевозможные тигры, так называемые, полосатые, с желтыми, оранжевыми, там красными тонами, с черными полосами, то есть яркие приманки, которые, принимая на себя свет, отражают и очень хорошо заметны, допустим, в мутной воде там и так далее. Но эти приманки до определенного момента перестают быть привлекательными для щуки. В частности, вот этот вот джербейт очень хорошо показал себя при ловле определенной такой степени мутности воды, в частности в Астрахане. Вода была такая желтоватого оттенка и вот эта приманка очень хорошо себя показала по ловле щуки. Для прозрачной воды, для ловли осенью эта приманка практически молчит, ничего на нее не ловится. Что нельзя сказать, допустим, о приманке натуральных расцветок, в частности, вот такая приманка. Ну, это понятно, что речь идет о Салма Слайдер, это в частности 10 номер, тонущая модель. Натуральная расцветка, есть также много всяких, но вот это натуральная расцветка под щуку, под щуку. Эта приманка по осени очень хорошо показывает себя вот именно в прозрачной воде. Ну и, недолго думая, посмотрев рынок, что предлагает, я также набрел на производителя, который занимается изготовлением копий на, так называемой уже ставшей легендой, приманку Jackbait от Салма, под названием Слайдер 10, 10 сантиметров длина его. И буквально вот недавно я делал обзор на приманки длиной 8 сантиметров. И вот эти вот Jackbait довольно-таки меня заинтересовали своей формой, игрой. Ну, кому будет интересно, можете посмотреть, ссылочка будет наверху. Ну и их не характеристики. Не будем долго задерживаться на этом. А вернемся теперь к нашим подопечным. Так вот, от этого же производителя я нашел вот такой вот Jackbait. Тоже копия Салма Слайдер. Видите, форма практически у них одинаковая. Только вот в расцветке такой вот практически черный. Ну, это, честно говоря, условно черное. Здесь черное, только можно сказать, это вот спинка черная. А так вообще, это больше темно-темно-синий. Брюшко белое. Но вот в воде особо разницу нельзя отличить. Что интересно, эта приманка имеет темный цвет, а на темной воде черный будет еще лучше заметен тем, допустим, вот такой вот яркой расцветки. То есть до определенной освещенности работает этот цвет. Ну, а потом, соответственно, начинает работать этот. Я не знаю, как он будет работать при освещенности, допустим, солнечную погоду. Ну, это мы посмотрим уже буквально через пару месяцев, когда начнется сезон открытой воды. Но вот что я вычитал из статьи, вот эти приманки иной раз бывают предпочтительнее. Вот эти цвета щука выбирает из всех предложенных других. Итак, немножко по качеству. Ну, в общем, качество такое, что эта приманка сделана также пустотная, ну, так же, как и Салма Слайдер. Этот вспененный пластик, он идет цельнолитой, здесь нету ничего. В этом есть определенные шарики, то есть он имеет маленькие, вот, слышите, и большие. То есть он такой гремящий. Если взять... Так, а, что еще? Значит, вместе с этим джерком я также заказал интересный такую приблуду. Это, в частности, для освещения где-то, допустим, в палатке или где-то там вот в каких-то вот в лодке или там или еще что-то подсветить в темное время суток. Вот такой вот наборчик. Это освещение, ну, это как фонарик, да, USB, питание USB, то есть 5 вольт у него питание с разными вот этими насадками. Причем насадки можно надевать здесь специальный переходник USB, да, вот такой вот розетка. И здесь вот, видите, здесь у него можно ставить и так, и так, то есть поворачивать. Помимо всего прочего, ну, и то, что они еще имеют разные длины, то есть разной мощности. И плюс еще вот такая вот этот вот этот переходник, он снабжен металлической вот такой вот гофрированной трубой, которая позволяет применять любые там позиции для того, чтобы это освещалось. Ну, и что самое интересное, какое потребление, то есть имеет ли смысл? Ну, я его планирую использовать, да, в любой, где USB есть вот это, ну, с пауэрбанком это будет более предпочтительно. То есть мы вставляем ему в розетку, потом вставляем его в пауэрбанк. Я здесь специально подключил сейчас тестер для того, чтобы посмотреть, как он, сколько он потребляет энергии. И включаем пауэрбанк. Вот, сейчас включили. И вот смотрите, потребление, сейчас я так вот уберу в сторонку, потребление получается 0,08 ампера. Это вот этот маленький, маленький вот этот фонарик. Освещение дает такое вот, что интересно, вот на камеру, если сейчас видно, сейчас посмотрим. Вот видите, у него тут два вида светодиодов идут. Синие, то есть ультрафиолет и красный. И плюс это все еще закрыто матовым белым пластиком, стеклом. Ну, это пластик, не стекло, а пластик. И все это сделано в алюминиевом корпусе. То есть, в принципе, она такая вот, профиль алюминиевый, здесь залито клеем. Ну, конечно, это не герметично, но, по крайней мере, для освещения в палатке мягкий такой вот цвет дает определенный этот самый. И давайте посмотрим, сколько дает. Ну, вот сейчас вот поднялась это 0,14, ну, то есть 0,100, 0,1,5 ампера. Сейчас выключим и попробуем поставить более мощный. Он потяжелее немножко, но вот этой вот проволоки, вот этой витой, вполне хватает для того, чтобы любое положение. Это можно также применять и для работы с компьютером. Кстати, с компьютером очень удобно. Вставляешь его в USB разъем и с левой стороны, допустим, под это самое в ночное, вечернее время, он не дает мягкий свет, глаза не устают. И главное, что они засвечивают экран. Вот что самое мне, что понравилось. Так. И здесь у нас, посмотрите, 0,32 ампера. Ну, то есть, можете представить, насколько этого освещения хватит для освещения, там, допустим, в той же самой палатке. Свет довольно-таки такой приятный, мягкий. Но что самое интересное, еще также можно посмотреть, как эти приманки у нас ведут себя в ультрафиолете. Вот этот цвет. Вот так, давайте посмотрим, как он там у нас выглядит. Вот. И как он выглядит с освещением без ультрафиолета. Отключаем. Вот, видите, немножечко вот эти вот желто-золотистые, они остались примерно такие. Вот этот вот становится более такой блеклый. А вот при этом пульт при ультрафиолете, он становится немножечко, тон меняет. Также сейчас посмотрим, как реагирует желто-оранжевый. Выключаем. Вот, видите, немножечко изменяется. Но вот эти вот контрастные вот эти полосы, что на желтом черное, что на черном вот эти вот желтые, они дают определенную контрастность. И, соответственно, чем больше таких вот разных переломлений в цветовом тоне, тем она более заметна, то есть более раздражающе действует на хищника. Так, что еще? Ну, давайте посмотрим, сколько у нас она будет весить по сравнению с оригиналом. Оригинал у нас 45,5 грамм. Здесь я хочу сказать, что я здесь крючки на этом поменял, поставил все одинаковые для точности замеров. Здесь крючки на оригинале идут не совсем нормальные, с моей точки зрения. Я их поменял на более острые, морской серии, с такими загнутыми жалами. Оно дает определенное предпочтение при проходе приманки по траве. И зацепистость, в принципе, неплохая. Крючки острые. Кому будет интересно, ссылочка будет внизу в описании под видео, где эти крючки приобретал. Так, посмотрим теперь наш испытуемый образец. Так, ну, резиночка вот эта вот, она определенный вес, там какой-то там десяток доля грамм отдаст, может быть, но несущественно. Значит, 45,5 был оригинал. Смотрим, сколько даст этот. 47,0. Ну, и теперь аналогичный джекбет, но это другого производителя. Это, причем, вот эти джекбеты, они разные. Этот был от другого. Сейчас уже не помню кто, но ссылочку также дам в описании. Так, смотрим. 48,4. То есть, видите, разница определенная практически в полтора, в полтора грамма между ними. И сейчас объясню почему. При так визуальном сравнении, вроде бы эти два джекбета, две копии, да, они вроде бы одинаковые. Но есть существенная разница. Во-первых, если посмотреть в профиль. Так, то здесь, так, вот так вот у нас мы смотрим. Здесь у нас практически форма одинаковая. Сейчас, у меня еще крючки. Вот, форма одинаковая. А если сравнить вот так вот, посмотреть, да, крючки прям прилипают к рукам. Да еще острючие такие. Вот что значит загнутые. Загнутые они прям цепляются за все. Значит, смотрите, вот в этом в оранжевом, да, у него более голова такая округлая. А вот у этого более черного, более плоская. Вот так вот, если посмотреть. Видите, да? Вот. Ну и форма, вот это вот определенная за счет того, что он пошире, он видимо там полтора грамма и потяжелее. Здесь сделал я определенные тесты на то, чтобы посмотреть, как он играет при падении в воду. И все сравнения делаю с нашим образцом. При падении у него есть небольшой роллинг, то есть он при падении и определенно так вот играет боками. Ну и при проводке, соответственно, делает развороты на 180 градусов. Вот так вот. Данная приманка, чем хороша, она, ее можно применять на спиннингах тестами до 40 грамм. Как правило, 40 грамм даже и с более меньшим тестом просто поаккуратнее кидать, не сильно, так сказать, нагружая бланк удилища. У меня удилище есть джерковое, там, конечно, тесты большие. А вот данный воблер можно кинуть. У меня есть спиннинг с тестом 28 грамм, верхний тест, кастинговая снасть. И плавающий джерку немножечко полегче, чем этот на пару грамм, в принципе, нормально кидает. Но единственное, что при проводке все-таки проваливается немного. Поэтому более предпочтительно применять это приманки где-то с тестом верхнем, где-то при пределах 40 грамм. Тогда он будет нормально и кидать, и проводка, чтобы жесткий был спиннинг. На мягком удилище или с маленьким тестом, даже если оно будет жесткое, вы не добьетесь той именно заложенной производителем игры, что вот он может от воблер дать вот именно при сбалансированной снасти. Так, это вот, значит, я сказал, роллинг есть. Это приманка. Эта приманка самая тяжелая из всех этих трех. И первое, что когда я его приобрел, а приобрел я его уже два года назад, и первый год он у меня вообще провалялся без дела. Я так купился на то, что форма такая же как салма, во-первых, более доступен и дешевле почти в два раза. Я его приобрел, но когда попробовал на рыбалке так вот просто покидать, что-то он мне не совсем зашел с первого раза. Мне показалось, что, во-первых, очень быстро тонет, практически как кирпич, как называется. И я так пару раз его покидав, положил его в долгий ящик и больше к нему не возвращался до тех пор, пока не оказался в Астрахани в прошлом году, где, в принципе, он показал, на что он способен. Ну, на него были поклевки и щуки, и причем ни одной. Видно уже, он немножечко имеет боевые такие шрамы, и даже окунь также не проходил мимо этого джербейта. И после этого, ну, как говорится, надо поверить приманку, а после этого дело пошло. Так что вот эта приманочка при поведении в воде, он ведет себя так же практически. Единственное, что при сравнении при погружении в воду, он тонет, конечно, быстрее, чем этот. И, соответственно, роллинг тоже присутствует. Но я бы сейчас сказал так, роллинг есть и даже в какой-то степени, ну, в зависимости от рывка, в общем, также играет при падении, а при проводке короткими кистевыми рывками также делает развороты на 180 градусов. Единственное, что вот на паузах он просто быстрее тонет, поэтому здесь надо паузы делать более короткие, ну, в пределах разумного, конечно, в зависимости от того, на какой глубине вы ловите. Если глубина 2-1,5 метра, то надо покороче, если глубины побольше, то его можно делать паузой побольше. Предпочтительнее его применять на более открытых участках, там, где поменьше всего травы. Ну, и, соответственно, можно также применять на глубинах уже где-то 3-4 метра. Вполне можно загнать его на нормальную глубину, по сравнению, допустим, с этим. С этим надо просто делать паузу побольше. Ну, и учитывая то, что часто надо делать рывки, поэтому здесь мы отводим предпочтение использования этого воблера для теплой воды, то есть летом. Летом более активная проводка более предпочтительная, чем, допустим, осенью. Осенью надо приманку, чтобы она вальяжно ходила, делать долгие паузы. И щука, когда в холодную воду, она особо-то не любит гоняться далеко. А вот летом вполне достойно применять вот такие приманки. Так, этот образец у нас мы взвесили, посмотрели. Здесь у него то же самое. Тонет он по сравнению вот с этим джерком, естественно, быстрее. Разница особая между вот этим и вот этими двумя в сравнении. Ну, оба быстрее. Там может быть на какие-то доли секунды, но также применительно для открытых мест он будет отлично работать. И присутствует роллинг. При падении также он играет боками. В сравнении, допустим, при погружении обоих этих, также кидал воду обои, да, они практически одинаковы. Может быть, это чуть-чуть побыстрее, там, на доле секунды. Ну, в замедленной съемке, возможно, это будет видно, как он падает на дно. Ну, и при падении на дно они не ложатся на бок, а вот именно стоят вот таким образом. Ну, это говорит о том, что здесь нормальный есть баланс, есть воздух внутри, и он, соответственно, вот за счет того, что у него есть баланс внутри, он и играет так. Если бы он был ценный и тяжелый, тогда бы он падал бы как будто бы попало. Поэтому вот в таком плане приманка, считаю, довольно-таки имеет хорошие перспективы. Для тех, кому будет интересно данная приманка, где покупал, как. Доставка очень хорошая. Ну, соответственно, это все Алиэкспресс. Как, что, чего будет, посмотрим. Ну, у меня почему-то есть уверенность, что данная приманка вполне себе покажет. Единственное, что вот при сравнении, еще вот видите, такая петелька. Про эту петельку тоже можно сказать определенные. Вот при использовании длинных поводков с этой петлей очень часто происходит заклесток за передний тройник. Есть много способов исключить вот это вот такое явление, но я вот пришел к такому выводу, что вот, допустим, если применять поводок струна, то, в принципе, он не цепляется за крючок. Если мы применяем поводок, даже, допустим, какой-то стальной, ну, титановый, но с подвижным застежкой, то происходит то, что все-таки у нее два узла крепления, и она цепляет за него. Ну, в последние разы рыбалки, где я использовал поводок флюрокарбоновый, кстати, как он изготавливал и что, как он ведет себя в действие, довольно-таки неплохо показало, то, что практически вот эти вот перехлесты перестали появляться, поэтому флюрокарбон все-таки предпочтительный, я считаю. Ну, и он менее заметен в воде, а учитывая то, что я делаю его двойной, так сказать, с косичкой, то вполне надежно получается, и очень мягкий, и имеет место быть. Поэтому, кому будет интересно, тоже гляньте, будет вот здесь ссылочка на видео, ну, а там посмотрим. Итак, ребята, большое вам спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставьте лайки. Я надеюсь, наши обзоры в скором времени что-то еще интересное подойдет, посмотрим. Ну, а так, будем ждать, пока весна вступит свои права. Сегодня последний день зимы, наконец-таки наступил, и мы ждем нашего такого момента, когда мы окажемся на водоеме, и, соответственно, вернемся к нашему любимому занятию рыбалки. Итак, всем пока, не хваста, не чешуи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова